Инфраструктура нашего города в последнее время развивается очень стремительно. В Волгограде строятся новые жилые комплексы, благоустраиваются парки, осваиваются новые территории. С 2014 года в регионе построено уже несколько комплексов для жилья, отремонтирована набережная и благоустроена пойма реки Царицы. Однако основной целью оперативной поездки было не оценить то, что уже сделали, а наметить цели для будущего развития региона. Сегодня мы, конечно, не только показывали те объекты, которые построили, или наши планы. Мы, конечно, прежде всего, сегодня строили такую дальнейшую серьезную концепцию по развитию строительного комплекса на территории Волгоградской области, который основан исключительно на комплексности. Точечное строительство действительно больше не актуально. Сейчас в Волгоградской области делают акцент на комплексную застройку с парковками, благоустроенными территориями, спортивными площадками, детскими садами и школами. Ведь люди покупают не квадратные метры, а среду, в которой хотят жить долгие годы. Однако важно, чтобы у жителей города была возможность приобрести новое жилье. Так федеральные власти уже думают о продлении программы по льготной ипотеке под 6,5% и сельской ипотеке под 3% годовых, которые позволят увеличить спрос. Вот это те продукты, которые формируют сегодня спрос. Потому что мы можем жилья строить много, но если не будет спроса и жилье не будет востребовано, ну соответственно, значит, для чего мы это все делаем. Самое главное, чтобы у нас при реализации такого непростого федерального проекта, как жилье, спрос и предложения всегда были сбалансированы. Вот тогда мы будем достигать тех результатов, которые нам нужно достичь. К 2030 году мы должны уже строить по 120 миллионов квадратных метров в год. Также высокопоставленный гость и глава региона осмотрели новые объекты городской инфраструктуры, в их числе и сквер Александры Пахмутовы, который открыли в этом году. Благодаря государственной и региональной поддержке Волгоградская область будет становиться только лучше. Город развивается, а значит и жить здесь становится комфортнее. Ксения Бедросьян, Андрей Сабитов, телеканал Волгоград-1.